Люди, выросшие со строгими родителями. Каким было их самое глупое правило? Мои родители были ужасными родителями в целом. Но самым странным правилом, с которым я и мои братья и сестры мирились, было то, что нам не разрешали чихать несколько раз подряд. Одно чихание – хорошо. Еще один чих через несколько минут – нет проблем. Два чиханья подряд. На вас кричат, что вы не гигиеничны, даже если вы правильно прикрыли нос и рот. И что у вас нет манер. Не дай бог, если вы чихнете трижды или более подряд. У меня сезонная аллергия, и однажды у моего отца было особенно плохое настроение. И он застал меня в приступе чихания. И наказал за это на неделю. Моя мама иногда приходила домой с работы и говорила «Я знаю, что ты сделал то, чего не должен был. Иди в свою комнату, у тебя есть 15 минут, чтобы подумать о том, что ты хочешь сказать мне. Если ты солжешь, ты получишь двойное наказание». Я боялся и рассказывал все, что, по моему мнению, могло быть плохо, и что я сделал в течение этого дня. Например, посмотрел телевизор, забыл свой учебник в школе, подшутил над девочкой в классе, залез на дерево во дворе и так далее. Она, выслушав меня, принимала решение и порой наказывала на несколько дней, если что-нибудь из перечисленного она считала очень грубым поступком. Никакого лака для ногтей и колготок под платьями. Чай можно пить, но только утром и вечером после ужина. Не позволено смотреть что-либо с ругательствами по телевизору. Родителей называть только сэром и мэм. Много было дурацких правил в моем детстве, все и не перечислишь сразу. Также родители забирали мой телефон в 21.00 каждый вечер, когда я училась в средней школе, и читали все мои сообщения. Просматривали мой компьютер и однажды даже установили видеокамеры, когда в гостях у меня был лучший друг. Они любили повторять то, что у меня не будет личной жизни, пока я учусь в начальной школе. Мои родители усадили меня и сказали, «Мы просто хотим, чтобы ты знала, если ты забеременеешь, мы тебя выгоним». Самый печальный день, который я запомнила, был, когда мои родители отдали мою собаку кому-то, пока я была на учебе. В счет наказания. За незаправленную постель перед уходом в школу. Я не мог чистить зубы после завтрака по утрам. У меня были брекеты, и моя мама не позволяла мне чистить зубы после завтрака, опасаясь, что мы опоздаем в школу. Однажды я проснулся раньше всех и приготовил завтрак сам, чтобы успеть почистить брекеты, до того, как проснутся родители. Однако, когда мама встала и узнала об этом, она перестала меня возить на машине. С тех пор мне приходилось каждый день ездить в школу на велосипеде. Это и было мое наказание за непослушание. Я не могла брить ноги, пока мне не исполнилось 17. Я сделал это, когда мне было 16. Мама узнала и наказала меня. Отныне я всегда должна была сначала спрашивать разрешение, чтобы выпить что-нибудь или съесть. Кроме этого, я никуда не могла пойти, пока не подрастет мой младший брат. Моя мама раньше не позволяла мне смотреть фильмы, в которых была магия. Джуманджи считали демоническим. Я даже не видел русалочку, пока мне не исполнилось 16. Я не смотрел на принцессу и лягушку, пока не повзрослел. Мне также запретили читать и смотреть Гарри Поттера. Нам с сестрой приходилось выпивать стакан лимонного сока прямо перед сном. Чистый, свежевыжатый лимонный сок. Целый стакан. Таймер мама ставила на 10 минут. Если время вышло, а ты еще не закончил, встаешь в угол на час. После она включала таймер и повторяла всю процедуру заново, пока лимонный сок не будет выпить полностью. У меня с этим было все хорошо, но у моей сестры был ужасный рвотный рефлекс от этого сока. Поэтому ей было не сладко в детстве. Когда впервые вышел Нинтендо, оригинал. Мой двоюродный брат получил его на Рождество. Однажды их семья была у нас в гостях, и брат принес приставку с собой, чтобы мы могли поиграть. Родители, конечно же, не разрешили это делать. Новое правило стало таким. Никаких видеоигр, подключенных к телевизору, потому что это может сломать его. Я не мог смотреть фильмы Диснея в детстве, потому что там были сцены с поцелуями до свадьбы. Мне не разрешили ходить к друзьям домой или позволять их родителям подвезти меня домой из школы, потому что я навязывался им. Так считали мои мать и отец. Перед тем, как выбросить мусор из урны, которая стояла в моей комнате, мама обязательно должна была все в ней посмотреть, не выбросил ли я что-нибудь важное или нужное. Мои родители не были действительно строгими, но одно из самых глупых правил, которые я когда-либо должен был соблюдать и терпеть, было то, что я должен был носить носки всегда, потому что мой отчим ненавидел меня идущего с голыми ногами. Это не разрешалось только мне. Моя мама, например, могла ходить босой. Мой младший сводный брат мог быть босиком, но я не мог. Я настолько привык к этому, что по сей день ненавижу носить носки, если у меня нет обуви на ногах. Моя мама не позволяла мне открывать новый пакет с молоком без ее разрешения. Да и вообще открывать что-либо без разрешения. Если матери не было дома, мне приходилось звонить ей и спрашивать. Так что это означало, что если она не поднимает трубку, мне придется ждать, пока она не перезвонит. В первый раз я понял, что это ненормально, когда мой друг был у меня в гостях. Он захотел пить и решил открыть новый пакет молока. А я очень заволновался и сказал, чувак, ты должен позвонить своей маме прямо сейчас или она сойдет с ума. А он ответил, с моей мамой все будет хорошо, если она не узнает, что ее сын выпил молоко без разрешения. В тот момент я осознал, что моя мама была не такой, как другие родители. Мне никогда не разрешали находиться в плохом настроении или расстраиваться из-за чего-либо. У меня была диагностирована тяжелая депрессия и беспокойство во время учебы в средней школе. Я вернулся домой от доктора, и моя мама сказала мне, что она больше не может любить меня и что я не имею права так себя чувствовать и находиться в таком настроении. Почти каждый день после этого кричали о том, насколько я неблагодарен. Ко всему прочему, мама заставляла меня сообщать ей свои пароли для фейсбук, скайп и всего остального, и каждый вечер неукоснительно входила в систему, чтобы прочитать мои личные сообщения, чтобы понять, о чем я говорю и с кем общаюсь. Дело дошло до того, что однажды она вовсе начала забирать у меня все электронные устройства после девяти вечера, что, кстати, привело к ряду задержек со сдачей заданий в школе. Не я, а мой друг имел дерьмовых приемных родителей, которые заставляли его начинать свои предложения и разговоры заново, если он не сформулировал это идеально. Это привело к тому, что у него возникли серьезные проблемы с произношением и речью. В дальнейшем он начал заикаться и заикается до сих пор, хотя прошло много лет. Кстати, он бросил их, когда ему исполнилось 18 лет, но душевные травмы и дефект речи преследуют его до сих пор. Мой папа безумно любит чистоту. Да, я согласен, кто же ее не любит. Только дело в том, что он сам очень редко моет руки. Ему нравится, чтобы стены, пол и ванная комната были безупречными и блестели. Сколько я себя помню, мне никогда не разрешали трогать ни одну из стен нашего дома. Ни в коем случае нельзя было касаться руками или облокачиваться на стены. Отец сильно ругался и расстраивался из-за этого. Он мог целый час читать мне лекции, если заметит мой отпечаток пальца или ладони на стене. Мне разрешалось есть только диетическое питание. Половина нашей семьи была на диете и почти вся еда была диетической. Родители были помешаны на том, чтобы не полнеть и всегда оставаться стройными. Это не так страшно, подумаете вы. Но я помню, как меня поймали на съедение йогурта и лишили карманных денег на месяц. Я должен был попросить разрешения использовать ванную, и мне не разрешили закрыть дверь. У моих младших братьев не было этого правила. Также мне не разрешалось находиться ни в одной комнате с закрытой дверью, если только помимо меня там не было кого-нибудь еще. Мне не разрешали есть, пока родители не проверят мой вес. Если я весил слишком много, по их мнению, я лишался обеда. Мне было позволено смотреть телевизор, но мне не разрешали касаться кнопок на телевизоре или пульте дистанционного управления. Моим братьям, в свою очередь, разрешали делать что угодно. Мне было позволено читать только 20 страниц материала в день. Это включало школьную работу и обязательное чтение газеты. Даже до тех пор, пока я не поступил в колледж, меня не выпускали из дома, чтобы гулять с друзьями. Хотя и так можно понять, что у меня их не было. Кому нужен друг, которого они видят только в школе? Каждый раз, когда я разговаривал с кем-то, что было редко. Мне приходилось потом рассказывать обо всем этом родителям и описывать это в своем дневнике. Мой дневник читался ежедневно, и если я забыл что-то указать в тексте, я был наказан. Если я ел что-то без разрешения, я должен был непременно бросить это в мусорное ведро. Правило состояло в том, что моей маме приходилось самой выбирать с кем я буду дружить, потому что она не хотела, чтобы я тусовался с кем-то, кто не был католиком или имел сатанинское содержание. Для моей мамы все было сатанинским. Так что практически все, кого я приводил в гости домой, находились под влиянием дьявола, по ее мнению, так как их родители позволяли им слушать современную поп-музыку и смотреть фантастику, а также аниме. Посещение их домов было строго запрещено, потому что так хотела она. Однажды, когда я решил покататься в скейт-парке со своими новыми друзьями, моя мама буквально следила за нами все время. В конце концов, ребята заметили ее и посчитали нашу семью сумасшедшей, и никто больше не желал быть моим другом. Об этом узнала вся школа и начались насмешки и издевательства. Эта пытка продолжалась 7 лет. Потом моя мама удивилась, почему у меня нет друзей и почему надо мной все смеются. Это было чудо, когда я поступил в колледж и подружился с несколькими хорошими ребятами. Излишне говорить, что я больше не католик, и мы с мамой почти не поддерживаем отношений. С моими родителями существовала куча сумасшедших правил, в основном от моей мамы. Мой папа только следовал за ней, чтобы избегать споров. Но это правило затронуло и изменило мою жизнь больше всего. А вы сталкивались с подобными порядками в семье? Или, быть может, слышали о подобных правилах от знакомых или друзей? Поделитесь ими в комментариях. Ну а я вам желаю удачи! С вами был Саша Бодряк. До скорого!